Привет, ютуба слушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. Я сейчас хочу вам показать кусочки видео, от которого мне реально, как это говорят в интернете, бомбануло, от которого я вообще был в шоке, какие вообще, даже не могу назвать их людьми, работают в патрульной полиции. Более того, эти личности, или как их назвать, не знаю, культурным словом, работают в патрульной полиции еще и города Одессы. Уж дошло до того, что они начинают цепляться к мамам с детьми, с маленькими, вот такими маленькими детьми, невысокого роста, маленькие детки. Уже до такой степени они упали вообще, вот эта полиция упала вообще в моих глазах, я не знаю, уже куда уже хуже, я даже не представляю. Гуляйте на пол, сидите дома, сидите дома, сидите дома, сидите на карантин, покажите мне где, ну хорошо, это мизер, не кинул. Покажите, пожалуйста, в Видите, вот этот вот сотрудник полиции, или как его назвать, он вообще просто у него провал какой-то в знании, в законодательстве, он берет и говорит, что надо сидеть дома на карантине. У нас такого вообще нигде, ни в каком, даже в этом вот незаконном постановлении Кабинета Министров и близко даже не написано, там такого вообще слова даже об этом не сказано, а он говорит, что надо сидеть дома, вот он что там где-то ходил, околачивался этот сотрудник вместе со своей компанией в синей форме, а люди должны сидеть дома на карантине. Мы сидели на расстоянии полутора метров. Видите, друзья, сзади вот этих вот личностей в синей форме и в жилетках стоит ребенок, если там присмотреться, с самокатом, по-моему, я не знаю, почему они еще к ребенку не пристали и на него не составили какую-нибудь бумагу вроде постановления или протокола, я не понимаю. Видите, сотрудник полиции говорит, ты у тебя данные есть на эту составляю, я на эту составляю. Давай их отберем, этих людей окончательно, чтобы они вообще без денег остались. Завтра этим детям было не за что купить. Классная у нас полиция, вообще вот, ну не зря реально сделали эту реформу. Ну вообще, ну тут надо чисто похлопать или что сделать, я даже не знаю. Может, как-то там благодарочку им туда на Королева написать. И тут, конечно, эти женщины, я понимаю, что нельзя их видеть, у них нет образования, они делают большой ошибок, они показывают документы. Надо понимать, тут одно очень простое вещь. Если вы сотруднику полиции не показываете документы, у него нет способа узнать вашу фамилию и имя отчества. Вот нет, вот нельзя просто по человеку опознать, кто он такой, там, блондин, брюнет, либо женщина, либо мужчина. Если вы не скажете, они никак узнать об этом не могут. Поэтому, если такое вот происходит у вас, не дай бог, с вами, то документы просто им не показывать, и без документов они ничего не смогут составить. Видите вот этих героев, так называемых, полицейских? Они могут только на женщин с детьми составлять свои вот эти писульки. Мы сидели на расстоянии. Если вы хотите дать пояснение письменным по данному поводу, женщина, я вас не отпускаю, можете никуда не уходить на период времени. А вы ее и не делали, смелый. Если не будете выполнять законные требования, буду вынужден вас задерживать. Еще раз говорю, при неуполнении законных требований, с помощью полиции, предупреждения, вас хотят дать определять требования, оставаться на месте, у вас тоже не сильно все чисто, и вещи у вас тоже не очень чисто. Ну, как мы видим, дальше сотрудник полиции там что-то по себе рассуждает, от кого там как пахнет, что происходит. А я чужу с ребенком на скамейте не жутко. Девушка, вас никто не отпускал, вы меня слышите? Если вы покинете территорию, я буду снижать. Я буду снижать. Если вы покинете территорию, я буду снижать протокол, я буду снижать. Подождите, я вам не снижать. Хотите покинуть, буду задерживать, тогда будьте официально задержаны. Это значит поселок Котовского, Бочарова, 71. По-прежнему этот так называемый сотрудник себя ведет геройски, угрожает задержанием женщины с детьми. Я, конечно, советовал бы все-таки, если такое происходит, берите ребенка, разворачивайтесь и уходите от этих нелюдей. Потому что, ну, как здесь вообще, о чем, какой с ними диалог, что вообще может быть. Если он пришел, хочет людей обобрать, просто оставить без денег, оставить без всего. Вообще, ну, кем надо быть, чтобы составлять вот эти штрафы? А там от 17 до 34 тысяч рен. Дальше, как вы видите, они выписали вот эту вот, свою эту писульку, оштрафовали людей на колоссальные деньги. Непонятно, зачем это было сделано. Просто, наверное, из ненависти к украинскому народу. Я не знаю, кто вообще идет в эту полицию работать и зачем. Наверное, просто это какие-то люди, обиженные что ли в детстве или какие-то ущербные. Я даже не знаю, как это вообще описать, вот то, что происходит. Кем надо быть, чтобы составлять на женщин вот эти вот писульки, на такие огромные еще штрафы колоссальные. Они там стояли рядом с той площадкой. Ребенок, даже если туда побежал, на эту площадку, и что дальше? Что ребенок побежал, надо составить. Так на ребенка бы еще составили, тоже бы. Еще там что-то там нарисовали бы, какую-то ерунду, как они вот это умеют делать. А я надеюсь, ребята, что вы не взорветесь от команды, которые я хожу, вам проверяю. Мы с вами так и не познакомились. Вас Вячеслав зовут? Владислав. Владислав, да? Да. Очень приятно. Очень. Всего доброго. До свидания. Как вы видите, Владислав сделал свое дело, оштрафовал, повыписывал вот эти бумаги на огромные штрафы. Зачем он это сделал, непонятно. Ну, я думаю, что просто ему лучше будет, если кто-то заплатит такой огромный штраф, не доест, не заплатит за коммунальные, в чем-то откажет этим маленьким детям. Просто он, наверное, в этот день будет лучше спать, ему будет очень хорошо на душе. Сегодня я в Которе хочу подякувать ему всем. Это наши лекарь и аптекарь, наши воинские и прикордонники, полицейские и нас гвардейцы. Реально слов нет, просто нет слов, кем надо быть, чтобы это вот составлять, просто я не понимаю. Просто я в шоке, честно говоря, друзья. Может, вы как-то по-другому думаете, но я редко на самом деле как-то эмоционально себя веду в видео и так далее, но тут мне просто, я не знаю, эмоции переполняют. В тот же момент сегодня прочитал на Думской вот такую вот новость. Она тоже связана с полицией, с этими всеми масками. В Одесской области избили полицейского, сделавшего замечание людям без масок. Сотрудника полиции избили в Беляевском районе Одесской области. Как сообщили в ГУНП, инспектор районного сектора реагирования патрульной полиции остановился, чтобы сделать замечание группе людей, которые находились возле магазина без масок. В этот момент туда подъехал 23-летний мужчина. Выйдя из автомобиля, он несколько раз ударил полицейского по лицу. Подполковник полиции госпитализирован в районную больницу, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Злоумышленник задержали в порядке статьи 208 УПК. Давать пояснение и проходить медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, он отказался. По факту случившегося начато уголовное производство. Действия Драчуна квалифицированы по части 2 статьи 345 УК Украины. Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Заметьте, что сотрудники полиции сами спровоцировали конфликт в этом случае с Думской. Он подъехал и начал цепляться к людям, почему они находятся без масок. Просто сотрудники полиции не понимают и не знают вообще законодательства Украины. Поэтому они цепляются к людям. На улице можно находиться без маски. Видите, в Беляевке сотрудник полиции пострадал во время исполнения. Жалко его, наверное. Мне очень жалко лично. Я думаю, тут вообще такие надо комментарии написать ему. Пожалеть его как-то. Потому что человек же хотел, чтобы нам всем было хорошо. Люди стояли без масок, чтобы они не заболели, не дай бог. И не было у них никакой болезни. А люди так излишне эмоционально отреагировали. Ударили его. Поэтому я советую, если у вас какие-то конфликты с сотрудниками полиции возникают, вы должны для себя понять одну вещь. Что бить их и так далее, это все лучше не делать. Потому что, к сожалению, за это наступает зачастую даже уголовная ответственность. И даже могут вас задержать. Но в тот же момент сотрудники полиции могут, например, на этих женщин сфальсифицировать какой-то админматериал. Могут напасть, например, как они это делали со мной. И не несут обычно никакой за это ответственности, как показывает практика. Только в каких-то редких случаях, если там уже вообще что-то изряд ввода выходящее происходит. Вот такая вот, к сожалению, действительность. Вот такая вот, к сожалению, у нас Одесса. Слов у меня нет, друзья мои. Не знаю, напишите, если хотите, в комментариях, что вы об этом думаете.